МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ. В студии Ирина Ромбальская. Здравствуйте. Организованность, инициативность, мобилизация ресурсов и эффективное хозяйствование. В традиционном послании к белорусскому народу и национальному собранию глава государства обозначил конкретные задачи и потенциал для развития на текущий год. Негативные тенденции и замедление роста экономики необходимо преодолеть, несмотря на внешние факторы. Речь шла о снижении себестоимости, о качестве продукции и о переориентации на инновационный путь производства. Темы, поднятые президентом в послании, сегодня активно обсуждают в обществе, ведь задачи, поставленные главой государства, фактически становятся прямым руководством к действию. Депутаты, руководители госорганов сейчас анализируют тезисы послания. Поставлены цели и задачи на ближайший год. Задеты все отрасли, начиная с экономики, здравоохранения и культуры, но меня больше всего запомнилась мне эта кадровая политика. Что важно для меня, это слова Александра Егорьевича о том, что Беларусь считает необходимым сохранение Содружества независимых государств, как международной организации и продолжение дельности. И поэтому я уже неоднократно говорил, что ни о каком свертывании деятельности СНГ или прекращении деятельности СНГ сегодня речь не идет. И руководство Республики Беларусь, и руководство других государств СНГ считает, что СНГ нужно, СНГ востребовано, но оно должно быть более эффективным. Темы, поднятые главой государства во время послания, активно обсуждают и рядовые белорусы. Я думаю, что разносторонние отношения по всем направлениям нам просто необходимы, учитывая, что мы страна маленькая. И, конечно, мы должны всегда уметь налаживать контакт со всеми странами для того, чтобы поднять свою экономику. Я как бывший педагог рада очень тому, что большое внимание уделят образованию, повышению квалификации. Если учебники Советского Союза, то их надо менять однозначно. Во-первых, все меняется в этой жизни, меняются представления. Учебники должны маятись здесь в ногу со временем. У меня был такой случай, я в Италии сломала руку. И когда пришлось мне там двое суток, пока мне наложили гипс, то надо очень ценить наше здравоохранение. Оно у нас на высшем уровне, мы просто этого не ценим. Для меня настоящее время в нашей республике мир, спокой, и все идет во благо народа. К другим темам Парижское соглашение по климату подпишут сегодня в Международный день Земли более 165 стран. Подпись под документом от Беларуси поставит министр иностранных дел Владимир Макей. Церемония пройдет в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Напомню, глобальное соглашение одобрили на конференции ООН по изменению климата в декабре прошлого года в Париже, которая придет на смену Киотскому протоколу. В отличие от него, снизить выброс парниковых газов атмосферу договорились не только развитые, но и развивающиеся страны. Всего 195 государств. Таким образом, практически весь мир объединит усилия в борьбе с глобальным потеплением. Африка планирует использовать опыты технологии белорусских аграриев при развитии сельского хозяйства на континенте. Об этом сегодня шла речь во внешнеполитическом ведомстве нашей страны. Здесь прошла встреча первого замминистра иностранных дел Беларуси председателем комиссии Африканского Союза. Эта межправительственная организация объединяет более полусотни государств. Стороны договорились развивать сотрудничество в сфере образования. В Беларуси на сегодняшний день обучается почти тысяча студентов из Африки. И в будущем это количество планируют увеличить. Также говорили о взаимодействии в области энергетики и о поставке минеральных ресурсов. Направления, которые выбирает африканский континент для своего развития, очень нам близки и понятны. Это энергоэффективность, это развитие инфраструктуры, это образовательные процессы, это использование национальных продуктов и минеральных ресурсов, это развитие сельского хозяйства. Везде мы имеем опыт, везде мы имеем достижения, везде мы готовы подставить плечо нашим африканским друзьям. На африканском континенте огромное количество невозделанных земель, поэтому мы хотели бы воспользоваться опытом Беларуси, использовать ваши технологии и наработки для того, чтобы обеспечить производство сельскохозяйственной продукции. Беларусь наш надежный партнер и, учитывая выгодное геополитическое положение, ваша страна может стать проводником для африканского континента на рынок евразийского экономического пространства. Высокопрочная сталь для карьерных самосвалов, многокомпонентный протеин из молочной сыворотки и восстанавливающийся после тяжелых операций лазер. Порядка ста инновационных разработок сегодня представили молодые ученые Беларуси. Проекты затрагивают практически все сферы, от экономики до культуры. Многие из них уже внедрены в производство. Наши ученые имеют тесные контакты с Министерством сельского хозяйства и продовольствия. Безусловно, это и Министерство промышленности. Также мы выстраиваем очень плотное взаимодействие, сотрудничество с Министерством здравоохранения, потому что наши химики, наши биотехнологи работают на создание целого ряда новых лекарственных препаратов, новых технологий, приборов, устройств, которые могут успешно использоваться в медицине. Работы молодого поколения сегодня оценила и научная элита Беларуси. Авторитетные ученые со всей страны приехали в Минск на сессию общего собрания Национальной академии наук. Они не только подвели итоги года, но и наметили планы на будущее. Так, в 2016-м упор будут делать на эффективность и практичность разработок для экономики страны. К слову, об этом накануне говорил и президент в ежегодном послании Белорусскому народу и Национальному собранию. Сейчас мы, конечно, все должны активизировать. Я вот думаю, что мы соберем советы с предприятиями в ближайшее время, обсудим вопросы, определим направления, определим наибольшие приоритеты и будем по этим приоритетам работать. Главное для нас очень это благоприятная ситуация и постановка этой задачи, что Академия наук будет во главе системы внедрения в стране. Гастрономический интерес на деловой основе. Одна из крупнейших розничных корпораций России планирует расширить сотрудничество с белорусскими производителями молочной продукции. Особый интерес к отечественному сыру. Стороны сошлись во мнении, что торговый оборот нужно увеличивать. Большая задача состоит в том, чтобы учиться торговать. Вот сегодня мы хотели бы рассмотреть детально порядок вхождения в сеть, порядок выполнения тех требований, которые современные розничные технологии ставят перед производителями. Мы хотели бы поговорить и о логистике, и о рекламе, и о работе по повышению качества, о чем говорят нам наши российские партнеры. Мы заинтересованы в том, чтобы сохранить и увеличить долю белорусских продуктов на полках наших магазинов. Мы сотрудничаем уже свыше 20 лет, и за это время сформировался очень привлекательный для российского потребителя бренд, сделанный в Белоруссии. От предметов ремесла до высоких технологий в Бресте проходит международный форум деловых контактов. Свою продукцию, услуги, идей для иностранных инвесторов представили больше сотни предприятий. О целях и итогах диалога с зарубежными партнерами расскажет Петр Бутрим. Человек надевает его на руку, как браслет. Если перед ним есть какое-то препятствие, он начинает вибрировать. Чем ближе мы подходим к препятствию, тем сильнее вибрация. В перспективе это уникальное приспособление для слепых, заменяющее трость и навигатор, может завоевать как западные, так и восточные рынки. 44 миллиона людей, это просто потенциальные клиенты, которые смогут купить это устройство и им пользоваться далее. Помимо вот таких молодежных стартапов, товары и услуги больше сотни предприятий, от продуктов питания и текстиля до сельского хозяйства и IT-технологий, на первом подобном форуме инвестиционный потенциал региона представили в широчайшем объеме. Мы работаем сейчас очень плотно по пяти проектам, договорились, я думаю, что придем к какому-то результату. Кроме этого, у нас 14 проектов сейчас в проработке. Не нужно зациклиться на одном определенном рынке. Этого требует и глава государства, этого требует и наша сегодня экономика и жизнь. Поэтому сегодняшний форум это то мероприятие, которое для Брещины заложит фундамент в развитии именно многовекторной экономической политики. Качество белорусской продукции оценили представители более 30 стран. Среди них как потенциальные, так и постоянные партнеры. Как выяснилось, товарооборот с ними по-прежнему имеет огромные резервы для роста. Товарооборот между Польшей и Белоруссией сначала это было 400 миллионов долларов, а теперь уже пришло почти 3 миллиардов долларов. Это процесс, это очень важно, что это развивается. Регион открыт к сотрудничеству. В текущем году в одной только Брестской области планируют привлечь как минимум 60 миллионов долларов иностранных инвестиций. Судя по первым месяцам, прошлогодний график превышен более чем в полтора раза. Уже завтра белорусы смогут внести свою лепту в благоустройство родного города и всей страны. 23 апреля пройдет республиканский субботник. Собранные средства будут направлены на восстановление историко-культурных ценностей, мест воинской славы, укрепление материально-технической базы детских и оздоровительных центров. За выдающийся вклад в развитие международного культурного сотрудничества медалью ЮНЕСКО «Пять континентов» сегодня будут награждены выдающиеся деятели искусства, народные артисты Белоруссии и СССР, композитор Игорь Лучинок и хореограф Валентин Елизарьев. Торжественная церемония состоится в Белорусской государственной академии музыки. К слову, этой почетной наградой ранее были удостоены поэт Евгения Евтушенко, французская певица Мирей Матье, скульптор Зураб Церетели, американский джазовый композитор Уэйн Шортер. В 2014-м такую награду получил Национальный академический Большой театр оперы и балета. Далее спортивный обзор. Больше новостей найдете по адресу в интернете ctv.by. Репортажи, эфирные видео, всех программ в любое время доступны на нашем YouTube-канале. Заходите, смотрите и подписывайтесь. Следующий выпуск в 16.30. И я прощаюсь с вами до этого времени.